Hi everyone! С вами Ева Лорман и Елена Бернес и мы продолжаем с вами видео курс мастер депиляции и в этом видео мы показываем вам депиляцию ног воском, отработка на нашей модели. Приятного просмотра! Привет друзья! В этом видео вы увидите практическое занятие депиляция ног с помощью воска. Выполнять депиляцию ног мы будем быстрой техники fast hand с помощью картриджа бандажными полосками, а также я вам покажу депиляцию по маслу в шпательной технике. Для депиляции ног мы возьмем кассету с воском олива для жестких забритых волос, нагреватель для кассеты, шпатели, бандажные полоски, лосьон для обработки кожи до депиляции с хлоргексидином, обезжириватель или гель до депиляции, тальк либо масло до депиляции и после депиляции возьмем либо гель либо масло после депиляции. Поговорим с вами немного о воске олива для жестких коротких волос. У него хорошая адгезивная способность сцепки, минимум болевых ощущений, подходит как для нормальной, так для чувствительной кожи и склонной к аллергии. В состав входит парафин, минеральные масла и оливковое масло, диоксид титана, он хорошо увлажняет и смягчает кожу. Берем кассету, по-другому кассеты называют картриджи. Ставим нагреватель для картриджей, греем где-то до 40 градусов, делаем анализ волос. Здесь у нас у клиента короткие забритые волосы, поэтому мы взяли с вами воск олива. Делим ногу на зоны стопа, голень, колено, бедро. Надеваем перчатки и обрабатываем их кожным антисептиком. Приступаем к первому этапу, обработка кожи до депиляции. Берем хлоргексидин, делаем несколько вспрыскиваний на салфетку и хорошо обрабатываем кожу. Хлоргексидин идет как антисептик, но не содержит спирта, поэтому не раздражает кожу. На втором этапе мы обезжириваем кожу. В данном случае мы взяли лосьон до депиляции, есть еще гели до депиляции. Хорошо вспрыскиваем и обезжириваем кожу после первого этапа. Лосьон не сразу впитывается в кожу, поэтому немного подождем где-то секунд 10 и можно будет приступать к следующему этапу нанесения талька, либо масло до депиляции. Третий этап это нанесение талька. Тальк бывает крупнодисперсный, мелкодисперсный, с отдушками, с добавками, без отдушек и добавок. Лучше брать конечно без отдушек и добавок и мелкодисперсный тальк, который быстрее адсорбирует кожу. Наносим хорошо, не жалеем. Сразу на обе ноги. Мы уже провели с вами первый этап, второй сделали этап, третий этап. Берем разогретый картридж и бандажную полоску. Наносим воск на полоску, оставляя для захвата 1-2 сантиметра. Наносим воск сверху вниз от колена, делая небольшие дорожки по росту волос. Прикладываем бандажную полоску, хорошо делаем подчес волос. Свободной рукой натягиваем кожу и резким быстрым движением удаляем параллельно коже полоску. Еще раз прикладываем, подчесываем, натягиваем, удаляем. Свободной рукой мы успокаиваем кожу, то есть прикладываем к месту срыва. Полоски не нужно постоянно менять, когда вы удалили ее. Она меняется тогда, когда забилась волосами. В данном случае мы еще работаем одной полоской. Сделали такой большой участок. Волосы у нас с вами короткие, жесткие, но при срыве посмотрите, как глубоко сидят луковицы. Конечно, для жестких волос мы можем взять и другие воски. Это роза, слива, шоколад. Но самое главное, чтобы в состав этих восков входили минеральные масла, которые ухаживают за кожей, увлажняют ее, смягчают. Если у вас остаются остатки воска на теле клиента, тогда мы можем свернуть бандажную полоску вот таким образом и подушечками своих пальцев, нагревая где-то по 5 секунд, вы можете спокойно снять остатки воска. Аналогично мы делаем на второй ноге. Наносим на полоску. Это мы делаем для того, чтобы была лучшая сцепка. На кожу. Небольшими дорожками идем. Прикладываем полоску. Делаем хороший почес. И срываем полоску параллельно коже против роста волос. Очень важно хорошо почесывать, чтобы не наносить еще раз воск на одно и то же место и не травмировать кожу. Поэтому сразу наносите, почесывайте и удаляйте. Срыв должен быть параллельно коже, не вверх. Если вы будете срывать вверх, тогда вы будете травмировать кожу, оставлять кровоподтеки и синяки. Обязательно свободной рукой мы натягиваем кожу. Если мы не будем натягивать, тогда тоже мы травмируем ее. Далее мы снимаем остатки воска уже изученным способом. Сворачиваем полоску. Прикладываем ее, греем и удаляем. Прикладываем, греем, удаляем. Передняя часть до колена у нас уже готова. Далее мы приступаем к депиляции колен. Колено делим на две части. На верхнюю часть и нижнюю. Полоску тоже делим на две части. Депиляцию производим вот таким образом. Сначала снизу, потом сверху. Наносим воск по росту волос. Небольшими дорожками. Кассеты можно доставать с нагревателя и работать без него. Далее мы с вами прикладываем нашу бандажную полоску. Натягиваем хорошо кожу и удаляем. Конечно, колено это тоже чувствительная часть ноги. Поэтому необходимо хорошо натягивать кожу. Также аналогично мы работаем и с левой стороны. Далее, поднимаясь с бедренной части, хочу вам показать другую технику. Не бандажную, а шпательную. Сделаем депиляцию по маслу. То есть, берем специальное масло вместо талька. Оно называется масло до депиляции. Берем пленочный гранулированный воск. Лучше полимерный. Он не сильно греется, где-то до 42 градусов. И имеет в своем составе натуральные масла, которые не сушат кожу. Конечно, мы бы могли эту зону доработать с помощью кассеты бандажной техникой. Но в любом случае, вы как мастер депиляции должны знать и уметь, как работать по маслу. Делаем первый и второй этап обработки. А на третьем этапе, вместо талька, мы берем масло до депиляции. Не путайте с маслом после. Вспрыскиваем масло на салфетку. Обрабатываем кожу. Вот таким образом. Берем полимерный пленочный воск. Разогреваем его где-то до температуры 42 градуса. Набираем на шпатель. И распределяем на теле. Таким образом, чтобы шпатель у нас стоял под углом 90 градусов. Делаем небольшие дорожки. Соблюдая толщину, везде одинаковую. В середине и по краям. Делаем зацеп, чтобы мы смогли удалить воск. Ждем 5-10 секунд. Натягиваем кожу. Можно с помощью шпателя резким быстрым движением удалить воск. Прикладывая свободную руку к месту срыва. Воск прекрасно захватил волоски. И нам не придется еще раз наносить на одно и то же место. Берем воск. Наносим полоску рядом. Распределяем воск везде по одинаковой толщине. Натягиваем кожу. И резким быстрым движением параллельно коже мы удаляем воск. Прикладываем свободную руку к месту срыва. Просим клиента немного повернуться. И работаем аналогичным способом. Наносим. Распределяем толщину воска. Натягиваем кожу. Ждем время сцепки. 5-10 секунд. При нанесении воска цвет перламутровый, а когда он застывает, он становится матовым. Поэтому как только вы увидели матовый цвет воска, вы можете уже его срывать. И убираем остатки воска. Так же делаем и с другой стороны. Наносим. Под 90 градусов ставим шпатель. Делаем зацеп. Поставили шпатель по 90 градусов. Натягиваем свободной рукой. Делаем срыв. Зацеп это то место, за которое мы сможем ухватиться. Натягиваем кожу, проверяем остыл или нет. И резким быстрым движением мы срываем два этапа. Раз. Два. Антистресс прикладываем свободной рукой. Так же прорабатываем внутреннюю часть бедра. Наносим. Делаем зацеп. Натягиваем кожу и резко, быстро удаляем. В два этапа. Раз. Два. И убираем остатки воска. После того, как мы убрали нежелательные волосы, нам нужно успокоить кожу, снять раздражение, закрыть поры и увлажнить ее. Тогда мы применяем масло после депиляции. Наносим несколько вспрыскиваний на салфетку. И обрабатываем кожу. Пока мы обрабатываем переднюю часть ноги. Потом будем приступать к удалению нежелательных волос на задней части ноги. С помощью сухой чистой салфетки мы удаляем остатки масла. Далее мы просим клиента повернуться на бок и прорабатываем уже воском олива, который у нас остался. Прорабатываем боковую часть ноги. Делая небольшие дорожки, прикладываем в бандажную ленту, натягиваем кожу, делаем прочесы и удаляем. Так же, как и на всех остальных участках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее снова обрабатываем кожу хлоргексидином, обезжиривателем, тальком. Наносим воск небольшими дорожками по росту волос, начиная сверху вниз. Прикладываем бандажную полоску, натягиваем кожу и делаем резкий срыв. Не забывайте делать резкий срыв, чтобы клиентам было не больно. Прикладываем свободную руку к месту срыва. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...